С вами Мария Маргун. Здравствуйте. На канале Россия24 новости экономики. Ну и вначале новости из-за океана, на которые реагируют биржевые инвесторы по всему миру. В Америке продолжился сезон отчетности. Еще два крупнейших банка страны опубликовали данные за четвертый квартал 2010 года. Прибыль Goldman Sachs в четвертом квартале упала на 52%. Это менее 4 долларов в расчете на акцию. Скромные результаты все же оказались чуть лучше прогнозов аналитиков. Ну а глава банка Ллойд Бланкфейн заявил, что видит в этих данных даже признаки роста. Ну а у Wells Fargo показатели растут. Чистая прибыль плюс 12%, выручка плюс 21%. Впрочем, эти данные тоже совпали с прогнозами экспертов. А финансовый директор Говард Аткинс объяснил, что в этом периоде бизнес-компании продолжил восстанавливаться. Ну и теперь об отечественных фондовых площадках. В России торги открылись сегодня гэпом вверх. Инвесторы ориентировались на внешний позитив, рост американских, азиатских индексов, а также нефтяных цен. Ну а потом индексы двигались то вверх, то вниз. Чутко реагируя на американскую статистику и отчеты банков. Ну и как мы видим сейчас, оба индекса держатся в плюсе. РТС прибавляет 0,4%. Отметка 1908 пунктов. Замедлился рост также по индексу МВБ. Сейчас он лишь в символическом плюсе. Уровень 1766 пунктов. Голубые фишки сейчас движутся разнонаправленно. В плюсе бумаги ВТБ в символическом. Также в зеленой зоне торгуются акции Роснефти. Ну а лучше всех прибавляют бумаги Лукойл. Они растут больше, чем на процент. Ну а хуже рынок сегодня Росгидро. Они теряют почти 0,6%. Ну и кстати, на фоне победы в Дакаре, сегодня акции КамАЗа взлетели уже на 16,3%. ВЭБ подвел финансовые итоги. Чистая прибыль банка в прошлом году выросла почти на 27%. И составила без малого 29 миллиардов рублей. Удачно сложился для госкорпорации последний квартал ушедшего года. За три месяца доходы ВЭБа выросли в 13 раз. Это по сравнению с третьим кварталом. Чистая прибыль превысила 3 миллиарда 900 миллионов рублей. Как отмечает в компании, добиться таких результатов удалось благодаря снижению процентных расходов по платным ресурсам. Но также повлияло снижение расходов по формированию резервов и рост чистого процентного дохода. Опубликовала финансовые результаты прошлого года и группа X5. Выручка компании превысила 341,5 миллиард рублей. Рост показательно составил 24%. Российский ритейлер может похвастать и внушительными данными по продажам. За 12 месяцев они увеличились на 7%, что стало возможным благодаря росту числа клиентов розничных сетей группы. А также улучшению продаж в дискаунтерах и супермаркетах. К тому же к семье торговых точек X5 присоединилась еще свыше тысячи магазинов за счет открытия новых супермаркетов и покупки торговой сети «Копейка». Нефтяные цены продолжают держаться на максимальных отметках за последние два года. Американская WTI торгуется выше 91 доллара за баррель. Ну а смесь бренд из цены, которая рассчитывает стоимость российской «Юрлс», также дорожает и все ближе к отметке в 100 долларов. Сейчас это 98 долларов и 33 цента за бочку. Ну и в продолжение темы рынка энергоносителей. «Роснефть» и «Бритиш Петролиум» потратят в Арктике 1 миллиард долларов. Об этом сообщил вице-президент «Роснефть» Петро Брайан. Деньги пойдут на сейсмику и бурение шести скважин. Однако бюджет может быть увеличен, скажется, инфляция и расходы на экологическую безопасность. Ресурсы шельфа оцениваются в 5 миллиардов тонн нефти и 10 триллионов кубометров природного газа. Я напомню, что 14 января концерны создали совместное предприятие для разработки участков в Карском море. 67% проекта принадлежат «Роснефти» 33 БП. Также компании обменялись равноценными пакетами акций. Теперь к валютному рынку. Доллар в России на ММВБ второй день подряд дешевеет. По итогам сегодняшней сессии он уступил рублю 7 копеек. Торги по паре доллар-рубль завершились на отметке 29.82. Евро подорожал на 15 копеек и на закрытии за него предлагали 40 рублей и 19 копеек. На Форексе преимущество сегодня также за европейской валютой. Торги по паре идут на отметке 1.3517. Уже опубликованы данные по рынку жилья. США число новостроек в декабре, как ожидали эксперты, сократилось до годового минимума. Снижение даже существенно превзошло ожидания, так что, видимо, доллар продолжит дешеветь. Ну а США и Китай сейчас ищут новый формат сотрудничества в Америку. По приглашению Барака Обама приехал китайский лидер Ху Цзинь Тао. И главная тема переговоров – судьба доллара и юаня. По этому поводу уже прозвучали громкие заявления. Их выслушал наш корреспондент Антон Борисов. Доллар – продукт прошлого. Валюта себя изжила, и новой резервной единицей должен стать юань. Вот с таким болезненным не только для США, но и для всего мира заявлением Ху Цзинь Тао поехал в Америку. Речь тут же попала в заголовки и вызвала иронию у специалистов. Вообще, говорят, во многом эмоциональные заявления в рамках той ситуации, которая сложилась, в рамках того, что потребляют одни страны, производят другие. Ее за один день изменить нельзя. И здесь либо, конечно, это можно сделать, но это будет шок для всей экономики. Скорее всего, китайские власти и сами не верят, что юань потеснит доллар. Мало того, под небесной не на руку слишком слабая американская валюта. Основные резервы страны – 2 триллиона 850 миллиардов долларов. И когда накопленное становится дешевле, потому что ФРС решила напечатать миллиард другой, власти Китая посылают через океан претензии в неправильной валютной политике. С берега американского ответное обвинение. Юань слишком дешевый. Курс держан специально, чтобы завалить мир экспортными товарами. Мы хотели бы поддержать Китай в его инициативе и окончательно отказаться от экспортно-зависимой модели развития последних двух десятков лет в пользу модели, нацеленной на внутреннее потребление. Но за фоном взаимных обвинений кроются факты. За 6 лет слабый в кавычках юань к доллару вырос больше евро, фунта стерлингов и иены. В реальном выражении получается, что юань укрепляется, если таким темпом пойдет, около 10% в год. Что вполне устраивает, на мой взгляд, американскую администрацию. Из года в год США и Китай говорят о реформе экономической политики. Но она продолжает ехать по старым рельсам. Китайские власти, конечно, мечтают, чтобы юань занял достойное место среди других валют, например, в каждом банкомате. Но, тем не менее, эксперты считают, что подобная бравада быстро закончится, если отношения двух держав зайдут в тупик. Уж больно сильно взаимосвязаны экономики. Китай – второй после Евросоюза крупнейший торговый партнер США. За 2010-й товарооборот вырос на 30%. Из Америки в Поднебесную идет ассортимент от соевых бобов до самолетов. В обратном направлении – одежда и электроника. На рынке Китая не просто работают крупные американские компании. Почти половина из них получила выгоду лучше, чем в других странах. Растут инвестиции. В прошлом году американцы вложили 65 с лишним миллионов долларов. Не жалуются на притеснение американцев и китайский бизнес, производя в США компьютеры и нефтепродукты. Экономики стран связывают даже американский долг – почти 907 миллиардов долларов. Китай неплохо зарабатывает только на процентах. В итоге, на фоне укрепления отношений, странам придется искать решения любых взаимных претензий. Экономики давно живут подобно сиамским близнецам. Поэтому, если после встречи Барак Обама и Худзиньтау заявят перед СМИ о расширении сотрудничества, это не просто дань протоколу. Антон Борисов, Антон Мусикян, Дмитрий Шлемин. Вести. Агентство МОДИ снизило кредитный рейтинг Туниса до BAA3. Прогноз изменен со стабильного на негативный. Понизили прогнозы два других агентства. Рейтинга они сохранили неизменным – BBB. Тунис теряет доверие из-за массовых беспорядков и государственного переворота. Пока политическая обстановка не сильно влияет на внешний долг страны, но по подсчетам Министерства внутренних дел ущерб уже составляет полтора миллиарда евро. Эта сумма примерно 4% от ВВП страны. МОДИ заявляет, что если беспорядки не прекратятся, рейтинг может быть понижен и еще раз уже в ближайшее время. Но и тем временем бывший президент Туниса может лишиться своих денег. Швейцария собирается заморозить активы БНАЛИ. Размер капитала правительство решило не разглашать. Ну и последнее. На авторынке Европы разгорается крупный скандал. В ценовом сговоре подозреваются крупнейшие производители грузовиков. Это представители Еврокомиссии провели обыски в офисах таких компаний, как Daimler, Man, Scania, Volvo и Fiat. В заявлении Еврокомиссии сказано, что у властей есть основания считать, что компании нарушили антимонопольное законодательство, которое запрещает создание картелей, ограничение конкуренции и злоупотребление доминирующим положением на рынке. Санкции за такие нарушения могут достигать 10% от выручки. Нынешнее расследование интересно еще и тем, что недавно Man и Scania сообщили, что ведут переговоры о слиянии под эгидой Volkswagen, который намерен таким образом усилить свои позиции в борьбе с Daimler. Ну и в конце официальный курс валют от Банка России на завтра. Доллар стоит 29,82 евро 40,18. На этом у меня пока все. Увидимся после 19 часов по Москве. Субтитры создавал DimaTorzok